Ниви Филд. Компьютерная игра, созданная корейской компанией из интернет, представляет собой онлайновый симулятор морских сражений Второй мировой войны. В игре имеется множество кораблей, начиная от фрегатов, заканчивая величественными линейными кораблями типа Бисмарк или типа Айова. Линия развития персонажа может пойти по разным путям. Игрок может выбрать одно из семинаций и пойти по ветке развития либо линейного корабля, либо авианосца, либо подводной лодки. Участвуя в зрелищных и динамичных сражениях, он будет получать очки опыта. Азработав из достаточно, сможет купить новые корабли, улучшить качество команды. Ниви Филд. Это, в первую очередь, командная игра. Игрок должен уметь играть в команде, когда надо наступать, а когда совсем плохо обороняться. Также может создать свое онлайн-сообщество, флот или эскадру. Игра возможна на корейском, американском, европейском, китайском и русском серверах. Серверы отличаются языком интерфейса, игровым сообществом, установленными версиями обновлений. Имеются некоторые отличия в характеристиках кораблей. Сервер R.U. закрыт в мае 2013 года. 12 марта 2016 года была выпущена мобильная версия игры Ниви Филд Мобил, которая получила ряд характеристик компьютерной предшественницы и сохранила графику. Разработка проекта принадлежит совместным усилиям российской компании Тегунов. R.U. из Динтернет, где программную часть на себя взяли отечественные специалисты. В бета-тесте, проведенном в начале 2016 года, принимали участие свыше 2000 человек. На данный момент в мобильной версии можно играть за любую из пяти предложенных стран, которые имеют уникальные особенности. Существуют рейтинговые клановые системы, последние из которых предусматривает внутренний чат для соигроков. Игра доступна для пользователей операционных систем Android и iOS. Игровой процесс. Общее положение. В целом игровой процесс сводится к проведению сражений между флотилиями кораблей. Изначально планировалось, что в одном сражении будет принимать участие до восьми флотилий одновременно. Однако разработчики решили остановиться всего на двух противоборствующих сторонах в одной битве. Смысл большинства действий в игре исключительно прост. Уничтожить как можно больше кораблей противника, потеряв как можно меньше своих кораблей. При этом каждый бой значительно отличается от всех предыдущих набором участвующих кораблей, местом проведения и тактической обстановкой. Результат сражения редко зависит только от индивидуального мастерства игроков. Слаженность действий команды способна нивелировать почти любые технические превосходства противника. В каждом бою на каждой стороне обязательно присутствует флагманский корабль. Этот корабль назначается автоматически с учетом уровня играющего на нем капитана. За уничтожение вражеского флагмана команда получает дополнительные очки. По результатам боя все участники получают определенное количество опыта для команды корабля, кредитов и очков, на которой в дальнейшем они могут приобретать оборудование, вооружение и т.п. Урон, наносимый дружественным кораблям, ведет к значительному снижению получаемого опыта. Постоянные атаки дружественных кораблей могут привести к бану игрока администрации. Кроме сражений игроку предлагается проводить часть времени в конфигурировании своего корабля и экипажа. От того, насколько правильно выбраны настройки, зависит то, какие возможности корабля будут улучшены, а какие снижены. Свободное время, а также во время боя любой участник игры может общаться с другими представителями игрового сообщества посредством встроенного чата. В то же время большинство игроков, имеющих членство во флотах и эскадрах, предпочитают использовать сторонние системы голосового общения. Игровые режимы в игре присутствуют различные типы сражений, обычное сражение. В этом режиме игроки по своему желанию присоединяются к одной из восьми команд и сражаются в режиме «Темдит матч». Получаемый опыт за бой зависит исключительно от индивидуального вклада. На данном этапе этот вид сражений доступен исключительно для двух команд. Командой с тремя по восьми заблокированы, а победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Только авианосцы. Режим, при котором в бою могут участвовать только корабли, относящиеся к классу авианосцев. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Фрегаты и эсминцы. Режим, при котором в бою могут участвовать только корабли класса эсминец и фрегат. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Линкоры тяжелые крейсера. Только корабли класс линейный крейсер. Линкоры тяжелый крейсер могут участвовать в этом типе сражения. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Оперативный конвой. Тип сражения, в котором могут участвовать все типы кораблей от фрегата до тяжелого крейсера. Авианосцы, линкоры и подводные лодки не допускаются к этому сражению. Смысл данного вида боя сводится к доставке определенного объекта в заданный район карты. Разумеется, команда противника будет делать все возможное для перехвата объекта и доставки его в свой заданный район. Победителем назначается та команда, которая смогла произвести наибольшее количество доставок объекта. Корабли, погибающие в этом сражении, восстанавливаются в установленной зоне спустя несколько секунд и могут продолжить участие в сражении. Боезапас также автоматически пополняется в течение времени. Блицкриг Сражение, в которое допускаются все корабли до 61 уровня, исключая подводные лодки, команда разделяется автоматически. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Опыт начисляется после боя по результатам командного и личного результатов. Великое сражение 1 и 2 Основной тип боя для кораблей высокого уровня Допускается к участию все типы кораблей всех уровней. Разделение на команды происходит автоматически. Минимальное число участников 16 для ВС-1, 28 для ВС-2, максимальное 128. В бою могут принимать участие не более 14 линкоров, 6 авианосцев и 10 подводных лодок. На остальные типы кораблей количественных ограничений нет. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Опыт начисляется после боя по результатам командного и личного результатов. Ночное сражение Тип сражения, в котором могут принимать участие 8 линкоров и 6 авианосцев. Победителем назначается команда, нанесшая наибольшие повреждения противнику или полностью уничтожившая противника. Уничтоженные и поврежденные корабли можно восстановить после боя в порту. Опыт начисляется после боя по результатам командного и личного результатов штурм порта. Серия сражений, в которых участвуют два противоборствующих флота. Основной цель является проход до места расположения порта и его захват или уничтожение ограничений на уровень участников и типа кораблей и нет. Опыт по окончании боя не начисляется. Потопленные и поврежденные корабли можно восстановить только после окончания штурма. Миссии. Набор миссий, в которых игрок сражается с противником управляемым и за прохождение этих миссий начисляется небольшое количество опыта. Игровые нации. Общие принципы на данный момент в игре представлены корабли семи наций. Советский, немецкий, американский, японский, английский, французский, итальянский. Особняком стоит нейтральная нация, которая предоставляется исключительно для начала игрового процесса и адаптации игрока. Никакими кораблями выше класса эсминеса она не располагает. Каждая нация обладает рядом концептуальных преимуществ и недостатков, которые определяют стиль игры и игровые возможности. При помощи регулярных обновлений администрациям проекта проводится ребалансировка наций в целях достижения игрового паритета между нациями и обеспечения интересного игрового процесса. По всем участникам игроку предоставляется возможность свободного выбора наций. На одном игровом аккаунте можно развивать все доступные ветви различных сторон. Выбор нации производится посредством определения национальности матросов команды. По достижении определенного уровня игрок переводит свой изначально нейтральный экипаж под флаг определенного государства, тем самым открывая для себя все возможности этой нации. Необходимо учитывать, что, например, американский корабль не сможет выйти в море с немецким экипажем на борту. Ему нужен экипаж своей стороны. Особенности нации Японии для императорского флота разработчиками игры официально декларируются следующие особенности. Плюс специализируется на торпедах, плюс большой выбор авианосцев, плюс неплохие канониры, очень слабая броня. На практике имеются следующие особенности. Плюс действительно обладает самыми разрушительными торпедами в игре. Лучшие торпедные аппараты нации имеют сопоставимую с подлодочными мощностями и очень короткий след, что делает их самыми опасными в игре. Плюс действительно игрокам, идущим по японской ветке развития, доступно наибольшее количество авианосцев в игре, большинство из которых по качеству не уступают кораблям других стран. Также существуют уникальные корабли и гибриды других классов, совмещающие функцию соответствующего класса корабля и авианосца. Плюс японцы имеют в своем распоряжении прекрасное орудие ПВО, которое, по крайней мере, ничем не уступает ПВО других стран. Отличительной его особенностью можно назвать большой наносимый урон. Орудия ПВО высокого уровня позволяют уничтожать целое извеяние вражеских самолетов одним-двумя залпами. Однако зона эффективного огня основных орудий ПВО относительно невелика. Плюс хорошее автоматическое ПВО. Плюс корабли высоких уровней обладают прекрасными ходовыми качествами. Маневрирование зачастую усложняет огромные габариты кораблей. Дорогая и слабая броня. Германия для Крексмарине. Разработчиками игры официально декларируются следующие особенности. Плюс отличное орудие ПВО. Плюс лучшие канониры. Дорогая и тяжелая броня. На практике имеются следующие особенности. Плюс прекрасное ПВО. Самое универсальное и эффективное в игре. Однако автоматическое ПВО у немецких кораблей в игре. Самое слабое из всех наций. Вражеские самолеты порой просто пролетают над палубой, не неся никаких потерь. Плюс лучшие канониры. Единственным преимуществом немецкой нации по вооружению является дальность стрельбы. По всем остальным параметрам, кучность стрельбы, вес залпа. Корабли этой нации уступают всем странам. Однако именно дальность в сочетании с определенными тактическими приемами и грамотным маневрированием позволяет эффективно бороться с кораблями. Любой из сторон в плане сложности игры и требовательности к навыкам игрока – самая требовательная нация. Плюс почти все торпеды обладают одним важным преимуществом – бесконтактный взрыватель. Это делает немецкие подводные лодки самым опасным противником в дуэли двух подводных кораблей и зачастую нивелирует все прочие недостатки при атаке на надводные корабли. Плюс все корабли, за редким исключением, обладают неплохой маневренностью и большой скоростью, которую способны удерживать длительное время. Эти параметры дают огромное преимущество как при отходе, так и при преследовании противника. Плюс кораблям немецкой стороны свойства настроенность силуэта. В результате при правильной ориентировке корабля относительно противника можно избежать большей части попаданий. Плюс немцы обладают одними из лучших авианосцев и самолетов в игре. Истребители этой нации являются чрезвычайно опасными даже для более высокоуровневых противников. Немецкие бомбардировщики считаются самыми эффективными. Плюс лучшие инженеры среди матросов всех наций. Самое слабое торпедное вооружение в игре. Торпеды обладают исключительно слабой разрушительными возможностями и низкой дальностью хода. Низкая прочность. Большинство немецких кораблей крайне посредственно держат удар. В результате они получили у игроков прозвище «картонные». Бронировать большинство кораблей этой нации просто бессмысленно. Броня слабо защищает и при том, за счет своего веса, значительно снижает ходовые характеристики. В Великобритании для Королевского флота разработчиками игры официально декларируются следующие особенности. Плюс лучшая броня. Плюс самые разрушительные снаряды. Дорогая броня. Дальность орудийного огня невелика. Плохие орудия ПВО. Слабая авиация. На практике имеются следующие особенности. Плюс лучшая броня. Корабли этой нации позволяют устанавливать самое мощное бронирование. Эта особенность диктует английским капитанам агрессивный стиль игры на прорывах. Английские корабли прекрасно держат удар и практически не теряют ходовых качеств от повреждений. Плюс самые разрушительные снаряды. Мощные боеприпасы дополняются также поразительной точностью боя английских орудий. Большинство высокоуровневых кораблей англичан способны уложить весь свой зал практически в одну точку, что равносильно гибели корабля противника. Плюс дополнительный слот для матроса поддержки. Плюс самый быстрый ремонт кораблей среди всех наций. Плюс неплохое автоматическое ПВО, способное бороться с единичными низколетящими самолетами или небольшими звеньями. Однако оно не способно отразить сколь-либо серьезный налет. Большинство ударных самолетов будет сбито уже после сброса бомб и торпед. Плюс корабли английской нации обладают неплохой маневренностью и прекрасными скоростными качествами. Даже в бронированных вариантах при бронировании кораблей приходится жертвовать огневой мощью, зачастую снимая даже часть орудий главного калибра, что, разумеется, значительно снижает огневые характеристики корабля. Без удаления части вооружения невозможно довести бронирование до эффективного уровня, не потеряв при этом ходовых качеств. Как правило, игроки снимают орудия главного калибра, расположенные на корме, что делает почти невозможным ведение боя при отступлении и позволяет противникам относительно безопасно вести преследование. Дорогая броня, дальность орудийного огня невелика. На практике практически не уступает остальным нациям. Плохие орудия ПВО. Качество ПВО исключительно низкое. Сбить быстро летящий самолет высокого уровня – практически нерешаемая задача для ПВО английских кораблей. Исключение составляют зенитные орудия, установка которых возможна на самый сильный линкор нации. Большинство английских игроков вовсе отказываются от орудий ПВО и снимают их для экономии веса и улучшения ходовых качеств. США. Для флота ВМС США разработчиками игры официально декларируются следующие особенности – плюс отличные авианосцы, плюс суда хорошо сбалансированы. На практике имеются следующие особенности – плюс отличные авианосцы, по факту мало чем отличаются от авианосцев всех прочих наций, плюс суда хорошо сбалансированы, хорошая скорость кораблей, неплохая дальность стрельбы, большой вес залпа. Корабли обладают всеми характеристиками на достойном уровне. Сбалансированность является главным достоинством американской стороны и главным же ее недостатком. Стиль игры на кораблях данной нации довольно однообразен, плюс хорошее автоматическое ПВО, позволяет эффективно бороться с низколетящими самолетами. Плюс неплохие основные орудия ПВО обладают хорошей мощностью и отдельным комплектом прицельных линий. Тем не менее, за счет малой дальности не дотягивает по эффективности ни до японских, ни до немецких систем ПВО. Большинство игроков на кораблях высоких уровней вовсе отказываются от этих орудий. В настоящий момент введены еще такие нации, как СССР, Франция, Италия. Официальной информации по особенностям данных наций разработчиками не предоставлено. На практике можно сделать следующие выводы об их особенностях. СССР плюс чрезвычайно мощные авиабомбы, плюс большой запас топлива у бомбардировщиков, плюс малые размеры кораблей, плюс хорошие двигатели, плюс больше самолетов при вылете с авианосца, плюс высокая скорость торпед подводных лодок, плюс очень мощные снаряды, мало места для самолетов, большой разлет снарядов, большой разброс эффективности попадания. Франция плюс высокая живучесть кораблей, плюс высокая бронепробиваемость орудий малых калибров, плюс большая масса залпа, плюс высокая маневренность кораблей, плюс хорошо сбалансированные самолеты, малый запас снарядов, высокий рассев снарядов, медленные торпеды, Италия, плюс малый размер кораблей, плюс малый угол наведения орудий, плюс неплохой вес залпа, плюс мощные авиаторпеды, плюс неплохие торпеды под лодок. На начальных кораблях при повреждениях теряется скорость, долгая перезарядка орудий, присутствует разлет снарядов, малая скорость под лодок. Корабли «Ниви Филд» внешне достаточно достоверен с исторической точки зрения. Каждый корабль в игре был внешне скопирован с реально существовавших боевых единиц, таких как «Нельсон» или «Ямато». Однако наиболее мощные корабли заимствованы из проектов, которые так и не были воплощены в металле и в большинстве своем не пошли дальше чертежей и концепций. Следует отметить, что боевые характеристики представленных кораблей могут значительным образом отличаться от тех, что имели их реальные прототипы. В игре представлены различные виды подводных и надводных кораблей, бригады, эсминцы, легкие крейсеры, тяжелые крейсеры, линкоры, авианосцы, подводные лодки, десантные транспорты. Каждый последующий класс кораблей обладает значительно большими возможностями по сравнению с предыдущим. В то же время корабли меньших классов необходимы для обеспечения вспомогательных функций, без которых даже самый мощный линейный корабль или авианосец может стать легкой добычей, например, самой простой подводной лодки. Внутри своего вида и класса корабли могут быть представлены различными моделями и сериями кораблей. В зависимости от наций, в игре присутствуют три вида кораблей за пределами общей классификации. Рентовые корабли, премиум корабли, десантные транспорты. Первый вид доступен флоту, обладателю порта соответствующей нации. Как правило, представляет собой корабль из какой-либо серии, но тем не менее наделяется существенно большей мощью. Доступ к виду премиум корабли осуществляется только за реальные деньги. Эти корабли предоставляют своим обладателям определенные преимущества в бою. Как правило, за счет чрезвычайно качественной балансировки характеристик. Третьим видом является десантный транспорт. Эти корабли используются исключительно для перевозки десанта и захвата порта. Как боевая единица практически бесполезны. Большинство доступных судов игрок волен конфигурировать по своему желанию оборудование, состав экипажа, вооружение и боеприпасы, бронирование. В зависимости от этого каждый корабль можно адаптировать под соответствующие задачи и стили игры каждого участника. Для некоторых кораблей доступна модернизация, посредством которой увеличивается водоизмещение. Расширяется номенклатура доступного вооружения и оборудования.